Я слышал из уст президента и членов даже правительства, что были лихие 90-е. В Государственной Думе лежит доклад Степашина о лихих 90-х, где за 10 лет убили почти 80 тысяч производств, где разворовали все стратегические ресурсы, а их было на 200 миллиардов долларов, где разворовали всю казну, где уничтожили море культурных ценностей. Я бы советовал те, кто пойдут на открытие этого центра, чтобы они подняли выступление Сталина в январе 1933 года, когда подводили итоги первой советской пятилетки. Почему предлагаю? Потому что кабинет из 14-го корпуса Ельцина, который сейчас носится в Кремле, перенесен в этот центр. Но в этом корпусе был и кабинет Сталина. И есть возможность сравнить политику Сталина и хотя бы первую пятилетку. Я уж не говорю о его великих победах на фронтах Великой Одесской войны и 10 легендарных сталинских ударах. С политикой десятилетий Ельцина. Тогда каждому гражданину будет понятно, что это открытие не Ельцин-центра, а это национальный позор, который надо не демонстрировать, а который надо всячески изживать. Вот Сталин тогда выступая заявил, у нас не было тяжелой промышленности, теперь она есть. У нас не было авиационной промышленности, теперь у нас прекрасная. У нас не было станкостроения, теперь у нас есть. У нас всего была одна металлургическая база Донецкая, теперь у нас их несколько. И на Урале, и на Кузбассе, и на Дальнем Востоке. Теперь мы создаем могучие центры, в том числе и патистильной промышленности, Средней Азии. И тогда бы можно было понять. А теперь что Ельцинской эпохи? Я не знаю, что они будут показывать и говорить. Те, кто честно там будет выступать, должны выйти и сказать. За лихие 90-е, когда Ельцин начинал, у нас было 15 авиационных заводов, которые производили полторы тысячи летательных аппаратов. И все, что сегодня летает и защищает страну от Ту-160, кончая истребителями, и все создано в великую советскую эпоху. Теперь у нас этого нет. У нас уцелело три завода из 15, которые не загружены полностью. Уцелели благодаря иностранных заказам. У нас было 360 танкостроительных заводов, теперь их нет. Они угробили почти в полном составе. Теперь мы собираем отвертками чужие узлы на чужих автомобилях. У нас была мощная автомобильная промышленность, ее тоже теперь нет. Но мы входили в пятерку самых безопасных, образованных и читающих стран. Теперь мы в последнем в хвосте по коррупции и так далее. Ну вот и пусть перечислят. Я бы очень порадовался, если там кто-то нашел бы смелости, вышел и сказал. А туда стащили все, семь залов, в которых будут показывать весь беспредел. С чего он беспредел начинался? С того, что предали национальные интересы в Беловежье. Где Ельцин оттуда звонил Бушу и докладывал, каким образом они предали страну. Тот ему задал первый вопрос, где ядерный чемоданчик. Он сказал, я его отниму у Горбачева. Если вам это нравится, здесь у нас в Думе 22 тома лежат. 22 тома лежат. О преступлениях ельцинского режима. Мы же рассматривали импичмент. Открывайте мою книгу «Верность». Единственная книга в стране осталась, где 9 человек, выступающие лидеры, выступающие фракции. Все 9 без исключения. Все вынесли приговор Ельцину преступники. Ну если это будет цен по раскрытию преступлений Ельцина, тогда демонстрируйте. Если по просвещению молодежи и людей, тогда вы думаете, что вы собираетесь показывать и делать. И зачем это возвращение в разно-политическом плане в год 70-летия Победы? Это от позора, это унижение, собственно. Я, честно говоря, возмущен. 10 миллиардов рублей нашли на это морально-политическое безумие. А 220 миллионов не нашли для того, чтобы дать детям войны Свердловской области необходимую помощь в этот юбилейный год Победы. Ну если вам нравится, освещайте как хотите. Но я уверен, что любой нормальный человек, который умеет читать и думать, он скажет, зачем же это делается? У нас в экономике лихие 90-е уже наступают, по бюджету видно. Теперь в морально-политическом плане, ну а как вы собираетесь обезопасить и побеждать? Разве на этой волне можно кого-то победить и сохранить свою страну на волне национального предательства? Ведь практически все нынешние беды, в том числе и в Сирии, в том числе и в Ираке, в том числе и в Ливии, в том числе и в стране, растут из этих лихих 90-х. Мы же вроде дали слово, в стране сказать правду, избавиться от этой мерзости и насилия. Кто там будет открывать? Пусть Буша приглашают с Клинтоном. Вот они там и откроют, они там скажут, что к чему и как. Почитайте в разведку, да все опубликовано, я не знаю. Я просто когда узнал, что 10 миллиардов отгрохали, там и спонсоры, 50 спонсоров закрытых. А вы открывайтесь, там наверное главный спонсор это Уралмашевская преступная группировка. Наверное там главный спонсор.